Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал! В этом видео у меня работа на клиенте и тестирование материалов из прошлой распаковки. Отходила клиентка с этим покрытием в течение месяца, никаких сколов нет, но вот на ноготочках, где была акварель, потрескался материал. Мне кажется, что именно этот материал потрескался, а не сам ноготок, но это мы сейчас проверим, когда снимем материал. Начинаю я дезинфекцию ручек клиента, а далее приступаю к снятию материала. Использую я для этого керамическую фрезу кукуруза, работаю на 17 тысячах оборотов. Также этой же фрезой я убираю длину, так как клиентка сказала, что ходить уже с такой длиной ей становится неудобно. Ну и вот я докопалась уже до самой трещинки. Есть небольшая трещинка и возможно она стала причиной для того, чтобы у нас потрескался топ. Для того, чтобы у нас не было отслоек на следующем покрытии, мне необходимо убрать здесь все отслойки. То есть оставлять их ни в коем случае нельзя. Если их нельзя убрать фрезой, то я потом обязательно уберу ее пилочкой. Также на среднем пальчике у нас имеется трещина. Не знаю почему так произошло, возможно это правда клиентке сильно большая длина, но вообще за все ее хождение ко мне на маникюр, это первый раз, когда у нее произошли какие-то трещинки. Возможно нужно попить какие-нибудь витаминки, чтобы укрепить свои ноготочки. Теперь я приступаю к пилу, использую пилочку от ТНЛ. Они у меня в индивидуальных наборах, для каждого своя пилочка. Я ее подбирала по абразивности и форме, которая мне удобна на данном клиенте. Делаем форму овал и у меня получается, что на одном из пальчиков трещинка уходит, а на втором я буду ее заделывать. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Как вы знаете, мне нравится кутикула на этих ручках, потому что ее очень легко убрать. Также большое под кутикульное пространство. Для маникюра я буду использовать фрезу пламя с красной насечкой, которая у меня была в прошлой распаковке. Конечно же ссылочки на фрезы и дальнейшие материалы я вам оставлю в инфобоксе. Кому интересно, заходите и заказывайте. Если останутся какие-то вопросы по каким-либо материалам, обязательно задавайте их в комментариях. Работаю я с переключением реверса на 15-17 тысячах оборотах. И конечно левой рукой оттягиваю кожу клиента, чтобы мне было лучше видно, где мне нужно еще проработать. Также конечно же я использую щеточку. Я очень хочу себе в индивидуальные наборы положить еще и щеточки. Если у вас есть ссылка на лот из таких щеточек, скиньте мне ее пожалуйста в комментариях. Мне будет очень приятно и познавательно посмотреть на ваши ссылки. Дальше кусачками от Silver Star я убираю кутикулу. Меня как-то спрашивали, какими кусачками я пользуюсь, поэтому ссылочку я как всегда оставляю в описании под видео. Очень мне нравится проходиться еще раз фрезой после среза, так мой маникюр становится чище. Это не занимает очень много времени, потому что основную часть птеригии и поднятия кутикулы я уже сделала. Но я все же еще раз прохожусь фрезой, так же работаю с переключением реверса на 15 тысячах оборотах. Далее еще раз убираю кутикулу. Для сглаживания неровности ногтевой пластины после снятия материала я использую баф. Баф также был у меня в предыдущей распаковке. Мне нравится им работать. Сейчас я работаю мягким абразивом и у меня прекрасно шлифуется ногтевая пластина. Мне писали, что он маленький, держать его неудобно, но вот мне почему-то стало удобно с первого раза, как я начала его использовать. В общем, очень я им довольна, всем советую к покупке. Далее мне необходимо выполнить шлифовку. Использую я мягкий силиконовый шлифовщик. Работаю на 10 тысячах оборотах с переключением реверса. Остается мне обезжирить тактевую пластину и можно приступать к покрытию. Для покрытия я буду использовать бескислотный праймер от GD Cucco. Далее у меня будет rubber base от TNL. Она очень густая, но прекрасно разравнивается. То есть ей достаточно удобно работать на ноготочках средней длины. Далее у меня будет top также от TNL с липким слоем. Два цвета от Rosalind номер 35 и номер 33. Вы уже не раз видели их в моих видео. Также для дизайна буду использовать вот такие наклейки, которые недавно были у меня в распаковке. Также мне понадобятся две тоненькие кисточки. Вот такая силиконовая кисть и обязательно пинцет. Для начала я отремонтирую один из ноготков, на которых была трещина. Я его уже обезжирила, нанесла праймер, далее он сохнет на воздухе и мне необходимо нанести базу тонким слоем на саму трещину. После этого я беру ватный диск, убираю немножечко верхний слой ватного диска, беру саму ватку и пинцетом притаптываю на место трещины. После этого наношу еще небольшой слой базы и отправляю на просушку. Мне очень нравится этот быстрый ремонт ногтевой пластины и, что самое главное, это достаточно прочный способ для ремонта вот таких вот маленьких трещин. Возможно, мне можно было обойтись и просто выравниванием базы, но я решила подстраховаться. Так вот, после того, как я просушила этот ноготок, я сняла липкий слой с базы и немного забафила поверхность, для того, чтобы она была ровной и мне было проще сделать дальнейшее выравнивание. Если мне необходимо, то я немного подровняла форму. И теперь я уже работаю с остальными ноготками. Для начала наношу на них также праймер без кислотный, даю ему высохнуть на воздухе и приступаю к выравниванию базы. Сначала я делаю тонкий втирающий скользящий слой, затем ставлю каплю и разравниваю ее. Кстати, на ноготок, который мы с вами только что ремонтировали, мне тоже необходимо сделать выравнивание, потому что когда я делала ремонт ногтевой пластины, я не наносила базу на весь ноготок. Обычно в своих видео я не показываю вам этап выравнивания базы очень подробно, но если это требуется, дайте мне знать плюсиком в комментариях, я сниму отдельное видео по выравниванию базы. Или же если какой-то другой этап вас интересует более подробно, так же пишите предложение в комментариях. Я придумала такой дизайн, для которого мне понадобится два цвета от Rosalind. У меня будет один цвет как основное покрытие на трех пальчиках одной ручки, а второй цвет будет на двух. Дизайн у меня будет на безымянном и среднем. На эти пальчики я наношу более розовый цвет из этих двух. На втором слое цветного покрытия я обязательно пододвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, далее я прокрашиваю ноготок вторым слоем и помогаю себе тонкой кисточкой подровнять материал ближе к кутикуле и к боковым валикам. Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы приклеить наклейки, мне необходимо снять липкий слой с цвета. Далее пинцетом я начинаю аккуратно отковыривать вот эти вот наклейки, но сделать это не очень оказалось просто, потому что они уж очень набертво держатся на этой подложке. После того, как я наконец-таки справилась с отклеиванием этой прекрасной картинки, я пинцетом переношу ее на ноготок и стараюсь разровнять ее по ногтевой пластине, чтобы не было никаких складок. Использую силиконовую кисть для того, чтобы мне было удобнее разровнять, но иногда с этой задачей справляется и мой палец. Пока я разглаживаю наклейку, хочу вам рассказать о группе ВКонтакте «Типичный лакоманьяк». Недавно я на нее подписалась и поняла, что это очень полезная группа, в которой есть множество ссылок, которые мне пригодятся для заказов с Алиэкспресс. Также, если вы еще в ней не состоите, то проходите по ссылочке в описании под видео и вступайте в эту группу. Также в описании под видео вы найдете ссылочки на мои социальные сети, на две странички в инстаграме, одна личная, а другая ногтевая. И еще там есть ссылка на мою личную группу ВКонтакте, всех вас там жду. После того, как я наклеила наш дизайн, я перекрываю его топом. Ну и вот такой результат у меня получился. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, обязательно подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мои соцсети. Впереди еще много новых интересных видео. До новых видео! Пока-пока!